Всем добрый день! Хочу сегодня рассказать про ситуацию, которая, как показывает действительность, может коснуться вообще любого гражданина, любого автовладельца, любого гражданина, владеющего автомобилем. И вне зависимости от того, является этот гражданин должником, или он не является должником, никогда никому ничего не был, может быть, даже должен, является ли он первым владельцем автомобиля, а может быть, он является уже вторым или третьим владельцем, может быть, даже более. Как показывает действительность и практика, никто от этой ситуации не застрахован. Итак, в чем же эта ситуация? В чем она выражается? Вы добросовестный владелец, как я уже сказал, никому ничего не должны, и вдруг в определенный момент, в определенных обстоятельствах вам вдруг становится известно, что в отношении вашего автомобиля судебным приставом-исполнителем наложены запретительные меры. Это может быть арест, может быть запрет на регистрационные действия, и то, и другое одинаково неприятно, и то, и другое доставляет определенные проблемы. Потому что уже ничего со своим автомобилем вы сделать не сможете. Ни продать, ни переписать его, ни подарить кому-то, потому что запрет пристава, он, по сути, является обязанностью ГИБДД отказать вам в любых регистрационных действиях. Вы можете узнать об этом, когда как раз-таки вы обратились в ГАИ, может быть, уже собрались продавать, приехали с покупателем там осуществить регистрацию смены собственника, и вдруг вам сотрудник ГИБДД говорит, а вы знаете, в отношении вашего автомобиля есть такие-то, такие-то меры, поэтому мы вам, к сожалению, отказываем. Либо вы могли проверить информацию на сайте, ГИБДД на официальном сайте, там есть такой сервис, где можно проверить данные о своем автомобиле, и там вы могли эту информацию узнать. Это, в общем-то, и не имеет значения, где, когда и как вы ее узнали, имеет значение то, что вы никакого отношения к какой-либо задолженности не имеете к тому исполнительному производству, в рамках которого пристав наложил арест, вы отношения не имеете. Что же делать? Какая причина? Причин, друзья, для возникновения такой ситуации, их может быть вообще ни одна, ни две, три массы, они различные, они, конечно, не объясняют и не делают уважительными данные обстоятельства, но, тем не менее, почему это может произойти? Может произойти по обычной человеческой безалаберности. Пристав сделал запрос в ГИБДД об имуществе, в отношении какого-то конкретного должника. Этот запрос пока обрабатывался, пока на него поступил в службу судебных приставов ответ. Там пристав мог заболеть, мог в отпуск уйти, мог уволиться и произойти смена могла по исполнительному производству, да просто пролежать могла эта бумага на столе у пристава по целой куче бумаг. И в итоге, пока он добрался до этой выписки, до этой информации из ГИБДД, у автомобиля уже вполне себе сменился собственник. И тот прежний должник, он от автомобиля успел избавиться. Ничего не подозревающий гражданин, купив этот автомобиль, радостный зарегистрировал его на себя. У него на руках есть договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, может быть, он электронный, конечно. В обязательном порядке свидетельства о регистрации транспортного средства. Счастливый и довольный, автовладелец пользуется своим транспортным средством, ничего не подозревая. Но в это время пристав вдруг добрался до этой информации из ГИБДД и благополучно накладывает свои запретительные меры. Это может быть в результате какого-то технического сбоя, как выясняется. Знаете, перед тем, как записать это видео, посмотрел практику некоторую по подобным ситуациям. И один случай мне попался, когда, знаете, в отношении одного должника, гражданина, судебным приставом велось исполнительное производство. Так вот, естественно, там он также делал запрос об имеющемся имуществе этого гражданина. По непонятной какой причине в ответ ему пришла информация. Там порядка трех сотен единиц всевозможных транспортных средств, там и тягачи, и прицепы, и все, и автомобили, и все тому подобное. И в отношении всех этих трех сотен единиц пристав, естественно, доложил свои ограничения. Все впоследствии, как выяснилось, что ничего из этого объема транспорта ему не принадлежит. И, конечно, истинные владельцы, они вынуждены были, ну, конечно, там, суетиться, начать решать эту проблему. Так вот, друзья, ну, причины нам, действительно, особо они не важны, и они не решают эту ситуацию. Почему же это возникло? Для того, чтобы решить эту ситуацию, вот я как раз таки и хочу дать короткую и понятную инструкцию. Что нужно сделать, во-первых? Во-первых, друзья, не паниковать и не суетиться. Во-вторых, подготовить заявление. Образец заявления хочу вам бесплатно дать. Он находится в описании к этому видео. Пожалуйста, можете им воспользоваться. Но имейте в виду, что это образец. Всегда есть какие-то нюансы, всегда могут быть какие-то особенности в разном деле, поэтому это вам уже нужно смотреть по ситуации. Ну, в крайнем случае, если что-то непонятно и хотите уточнить, можете написать в комментарии под этим видео свои вопросы. Я, в принципе, не против какие-то коротенькие ответы давать. Если вам что-то нужно, более серьезная консультация, то также под видео есть ссылка на канал в Телеграме. Там есть мои контакты. Ну, при необходимости, при желании можете связаться со мной. Я готов к сотрудничеству. Так, друзья, итак, пункт, который я сейчас назвал, готовим заявление. Заполняем его, туда включаем все данные. Где берем эти данные? Это будет следовать из следующих пунктов, которые я озвучу. О том, что, значит, вы видите о том, что в отношении вашего автомобиля определенные меры судебного пристава, исполнителя, арест или запрет. Вы это видите на сайте ГИБДД. Там по номеру вашего, ВИН-кода вашего автомобиля эту информацию можно увидеть. Вы ее там увидите. Вы делаете скриншот этих страниц и распечатываете их, чтобы было видно, да, что на официальном сайте ГИБДД есть такая информация, что в отношении именно вашего автомобиля с идентификационным номером таким-то. Есть такие-то, какие-то меры от пристава, да. Там есть информация о номере исполнительного производства, там еще дополнительные данные. Нам интересен номер исполнительного производства. Далее мы открываем сайт Федеральной службы судебных приставов. Там также имеется картотека имеющихся исполнительных производств. Находим по номеру исполнительного производства информацию именно о данном исполнительном производстве, в рамках которого как раз-таки судебный пристав-исполнитель и наложил свои обеспечительные меры. Также делаем скриншот и распечатываем подтверждение с официального сайта судебных приставов о том, что действительно имеется данное исполнительное производство. Кто его ведет, там данные пристава, данные названия отдела судебных приставов, в котором этот сотрудник работает, даже номер телефона есть. Можете попробовать, конечно, по этому номеру телефона с этим сотрудником связаться, но из практики говорю, что очень часто номера телефонов эти, не зная, зачем там написаны, по ним дозвониться очень-очень трудно, по некоторым просто невозможно, просто никто трубку не берет. Но, тем не менее, они там указаны, все выглядит красиво, поэтому попробовать это нужно, конечно же, созвониться с приставом, попытаться объясниться. Но в перспективность этого я мало верю, поэтому продолжу. Значит, эти копии, этих скриншотов страниц сайта ГИБДД, сайта ФССП мы прикладываем к заявлению. Далее, что нужно еще приложить? Обязательно прикладывайте копию договора купли-продажи, из которого видна дата, когда вы стали владельцем автомобиля. Это к тому, что эта дата сопоставляется потом с датой ограничительных мер пристава, чтобы было видно, что на тот момент, когда пристав свои меры предпринял, должник уже не являлся владельцем транспортного средства. Это также будет подтверждать и копия паспорта транспортного средства, а также и копия свидетельства о регистрации транспортного средства. Все эти документы, друзья, копируем и прикладываем к заявлению. Далее, что делаем? Продаем это заявление в отдел, в тот именно отдел судебных приставов, в котором этот пристав и сотрудничает. Отправляем туда, в этот отдел. Можно ли это сделать через госуслуги? Можно попробовать. Можно попробовать. Но вы знаете, сталкиваюсь иногда с такими случаями, об этом вижу и зрители под некоторыми моими видео пишут, что отправляя таким образом заявление ходатайства приставу, почему-то получают странный ответ, в котором пристав говорит, что полномочия заявителя не подтверждены. Как они должны быть еще подтверждены, если гражданин отправляет со своего сайта госуслуг, где он авторизирован, где его документы проверены, где все данные о нем есть. Но почему-то вот так происходит. Правильно это или нет? В каждой ситуации, конечно, надо смотреть индивидуально, но риск такой ответ получить есть. Поэтому, если, конечно, вы живете где-то далеко, в другом городе, в другом регионе, может быть, даже, то попробовать, конечно, можно так отправить. Это, конечно, будет быстрее, когда заявления ходатайства подаются через госуслуги, приставы отвечают, рассматривают их и отвечают быстрее, нежели вы вручаете наручной или почтой. Поэтому попробовать можно через госуслуги, но и, тем не менее, не пренебрегайте таким способом отправки, как почта России. Это я говорю на те случаи, если вы живете в другом городе. Если вы находитесь в этом городе, то за лучшее, конечно, съездить в этот отдел, наручно вручить туда это заявление с приложениями и, конечно, попытаться к этому приставу попасть на прием. Попасть на прием с тем, чтобы переговорить. Можете к старшему, лучше даже, к старшему приставу или его заместителю. Они уполномочены отменять постановление приставов своего отдела. Можете с ними повстречаться. На предмет чего? На предмет того, что объяснить им, показать наглядно, оригиналы им покажите, своего ПТС, своего свидетельства о регистрации транспортного средства, покажите эти скриншоты, покажите, объясните им наглядно, просто по-человечески. Попытайтесь объяснить, что вот, ну вот, ошибка. Ошибка произошла. Видите, я истинный владелец и владелец уже давно. Арест возник позднее. Арест возник в отношении долга, к которому я никакого отношения не имею. Поэтому, пожалуйста, давайте во избежание каких-то жалоб, оспариваний, обжалований, пожалуйста, удовлетворите мое заявление, и чтобы эта ситуация разрешилась, так сказать, максимально безболезненно для всех участников этой вот сложившейся ситуации. Вот, друзья, срок рассмотрения, напомню, срок рассмотрения заявления. Он в общей сложности составляет 13 дней. Почему 13? Три дня законно предусмотрено на то, чтобы ваше заявление было передано в работу, и 10 дней уже дается на рассмотрение и принятие решения. В заявлении, ну, в принципе, вы образец видите, но важно очень, чтобы вынесенное постановление судебный пристав не только вам выдал или направил, вручил, но и, что немаловажно, чтобы направил его в органы ГИБДД, потому что ГИБДД должно где-то откуда-то увидеть официальный документ, получить о том, что арест отменен. Поэтому, ну, вот таким вот образом, друзья, вы можете поступить и освободить свой автомобиль от ареста, который возник вследствие задолженности какого-то из предыдущих хозяев. Как я сказал в начале, что ситуация может коснуться и гражданина, который вообще первый, единственный владелец может быть транспортного средства. Но, как я уже повторюсь еще раз, скажу, что в силу каких-то сбоев, каких-то, вот знаете, таких технических, я не знаю даже, как это все у них там может так сработать, но, вот как в той ситуации, 300 единиц попали к приставам под раздачу. Поэтому первый, второй или третий владелец абсолютно никто не застрахован от таких технических сбоев и ошибок. Ну вот, на этом кратко все, друзья. Хотел покороче, получилось немножко длиннее. Ну, надеюсь, это видео будет вам интересно, полезно. Всем желаю знать свои права, уметь отстаивать свои права. Помните, что дорогу осилит идущий. Не всегда происходит все само собой, когда мы просто ждем, и оно просто свершается, и все становится хорошо. Далеко не всегда. Действительность окружающая нас говорит о том, что надо что-то сделать, чтобы получить хороший результат. Поэтому действуйте. Всем доброго, хорошего дня. Всем пока.